Добрый день, меня зовут Лара Шум и сегодня я бы хотела в этом видео зачитать статью «Как убрать денежный блок или психология жертвы?» Большинство из нас сталкивались с выражением «денежный блок». Я тоже использую это словосочетание, потому что денежный блок – моя проблема. Что я с ним только не делала. Прописывала, брала частные медитации, советовалась с друзьями, изучала книги по бизнесу, смотрела вебинары по денежным мышлениям, покупала тренинги. Полученные результаты меня не удовлетворяли. Сдвиг, который бы я хотела, не произошел. Я не из тех людей, кто ноет, а из тех, кто выбирает из двух глаголов «депрессировать» и «действовать» второе. Я не сдаюсь, делаю, ищу возможные варианты решений, пишу планы, ставлю цели, прописываю идеи. Но парадокс в том, что денег от этого не становится больше. А хуже того, я медленно плыву к финансовому дну. Такое чувство, что мне камень на шею повесили. И если я его сейчас любыми способами не сниму, то в таком случае я просто утону. Может, здесь виновата моя финансовая безграмотность? Я пришла к выводу, что это второй пункт, над которым я поработаю чуть позже. Кому необходимо послушать эту статью? Тем, у кого сейчас на жизненном пути такая же ситуация. Вы сидите в конкретной жопе, но не прекращаете искать ответ на вопрос, а где во мне живет этот чертов псих-денежный блок, который никак не дает мне преодолеть финансовую яму? На этот вопрос я смогла ответить благодаря моим случаям из жизни, которые ничего хорошего не вносили в нее. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Решение моей проблемы как раз из этой оперы. Кому эту статью не стоит слушать? Тем, кто уже сдался и спокойно работает от зарплаты до зарплаты, живя с кредитами, для вас это трата времени. Можете выключить это видео и посмотреть что-нибудь другое. В этой статье я раскрываю истинную природу денежного блока, его первопричину, и даю несколько упражнений, как возможно раз и навсегда от него избавиться. Первая причина это то, что надо всегда выявлять. Выявите ее, дальше процесс пойдет легко. И вот несколько моих историй, которые помогли мне найти первый источник. В очередной раз со мной произошла неприятная и загадочная ситуация. Я сделала заказ косметики на 5000 рублей, где мой заказ состоял из помады и крема для рук, остальная часть заказа была сделана моими знакомыми. Приехала забирать, проверила. Все в наличии. Еду домой и думаю, ну сейчас губы накрашу, ручки смажу, буду красивой. Каково же было мое удивление, когда в сумке обнаружились все заказы, кроме моего. То есть по дороге я потеряла именно мои два продукта. С одной стороны это хорошо, потому что остальной продукты я с чистой совестью отдала покупателям. А с другой стороны, что это значит? Потому что недавно я утопила свой телефон совершенно случайно. А еще до этого произошел случай, где я себя подвела довольно-таки странным образом. Звоню в банк, уточнить, сколько мне надо в этом месяце заплатить по кредиту. Мне русским языком говорят 480 рублей. У меня в голове засело, что 420. Вот засело 420 и все. Я заплатила кредит 450 рублей. Уже понятно, что произошло дальше. Буквально через неделю мне приходит смс, что я просрочила оплату кредита и мне начислен штраф полторы тысячи рублей. Я благодарна банку, потому что он пошел мне навстречу, я написала заявление, они рассмотрели его и отменили штраф. Ну, я, конечно, доплатила эти несчастные 30 рублей. Но как, как я могла запомнить 420, а не 480? Для меня это до сих пор остается загадкой. И вот таких неадекватных ситуаций в моей жизни случалось множество. Причем в последнее время они начали расти с геометрической прогрессией. Расстраивают ли меня эти ситуации? Да, и очень. Но, пожалуй, именно благодаря этому факту я вышла на свой первоисточник денежного блока. Когда со мной происходят неприятности, я стараюсь это прописывать. Беру толстую тетрадь и пишу, чтобы выплеснуть эмоции и как-то успокоиться. Хочу отметить, что начала я это делать недавно. А жаль. Может, ответ пришел бы намного раньше, и я бы уже начала зарабатывать деньги. Вывод, к которому я пришла, что денежный блок не что иное, как психология жертвы. Что у меня комплекс жертвы, об этом я догадывалась давно, но не признавалась себе в этом. Ну, нравится мне над собой любимой поизмываться. В тебе как бы живут две личности, и одной из них хочется наслаждаться происходящими неприятностями в твоей жизни. Она их смакует, а теперь я бы сказала даже больше. Она доросла до того, что научилась здесь, мне кажется, на уровне подсознания сама их провоцировать, чтобы войти в состояние негатива. Я и раньше чувствовала в себе как бы другую личность, которая с удовольствием впускает негатив в свою жизнь для того, чтобы потом спокойно себя жалеть. Какая я бедная и несчастная. Тружусь, делаю что-то, стараюсь, а результата нет. А его и не надо. Результат не нужен. Иначе я буду счастливой. А это совершенно не входит в ее планы. Итак, когда алкоголик признает, что он алкоголик, то это уже начало лечения. И есть все шансы, что человек бросит пить. Мне осталось, как тот алкоголик, признать, что у меня болезнь под названием психология жертвы. Тогда у меня появляется шанс на выздоровление. Самое сложное – это признаться в себе в том, в чем ты явно не хочешь признаваться. Но это и есть путь к излечению. По-другому никак. Почему я считаю, что психология жертвы – это болезнь? Потому что алкоголизм тоже болезнь. А болезнь можно вылечить. Если у пациента решительный настрой. А я очень хотела выздороветь. Встал вопрос. Как мне это сделать? Первое – понять, что это лечится и ты вправе с этим справиться. Уже проще. Второе – переходить на позитивное мышление. Во всем искать позитив. Ведь благодаря негативным ситуациям я нашла ответ на давно мучивший меня вопрос о денежном блоке. Точнее сказать, о первой причине ситуации безденежья. И теперь у меня есть план по выходу из него. Затем я прописываю себе таблетку, которую назову «Аффирмацией» и буду их принимать утром и вечером, понимая, что это мой труд, моя работа, время и терпение. И главное – привычку страдать перевести в привычку улыбаться. Если необходимо, то насильно держать улыбку в течение 30 секунд и мое тело вспомнит состояние радости. Настроение будет автоматически подниматься. советую попробовать сделать его прямо сейчас. Третье – это упражнение на воображение и фантазию. Давайте мы сейчас с вами немножко помедитируем. Лягте удобно, расслабьтесь, сделайте три глубоких вдоха. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Представьте себе, что вы ребенок, который родился там, где бы вы хотели родиться. У вас та семья, о которой вы мечтали. Кто вы теперь? С кем общаетесь? Какой у вас характер? Чем занимаетесь? С кем живете? И как реагируете на негативные ситуации? Если они вообще у вас есть. Сейчас возьмите какой-нибудь негативный случай из своей жизни и спросите ее, а как бы она отреагировала на эту ситуацию? Что бы сделала она? Музыка. 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 А сейчас поблагодарите ее или его и возвращайтесь обратно. Теперь, когда вы захотите включить жертву, спросите себя, а что бы сделала та Я, у которой в жизни было все по-другому? Как бы она среагировала на происходящее? Явно он, она не стал, не стала бы реагировать как сумасшедшая или сумасшедший, делая себе же больно. Самое страшное, что мы привыкли быть мазохистами и получать от этого удовольствие. Но теперь мы можем внедрять привычки той девчонки или того парня в свою жизнь. Можем научиться реагировать на происходящее с улыбкой. Запасемся терпением, внедрим новые привычки и научимся радоваться, когда так захочется заплакать, спрятаться в самый дальний угол и наслаждаться своей болью. А мы будем радоваться. Теперь, зная первопричину денежного блока, это наша жертва, которая добивается того, чтобы мы не зарабатывали денег, которая добивается того, чтобы нам было плохо все время. Мы можем смело менять свою жизнь, изменив мышление, а затем внедрить свою жизнь и финансовую грамотность. Что такое финансовая грамотность? Это уже совсем другая история. По скриптум. Лично для себя я приняла решение, что больше не буду брать медитации, связанные с моими прошлыми жизнями и с моим родом. Потому что больше не хочу перекладывать ответственность за то, что со мной происходит на других. Не несет ответственности моя прошлая аборигенка за то, что я сейчас люблю пострадать. Соглашусь только с тем, что род имеет влияние на вас, как на личность. И вот почему. Вас воспитывали ваши родители, а их воспитывали их родители. А тех, в свою очередь, их родители. И так далее. То есть, вас воспитание целого поколения, которое передает свое наследие, свой опыт вам. А вы, в свою очередь, передадите его своим детям. И только вы можете изменить то, что нужно изменить. И передать все лучшее своим детям. Понятно, что в первую очередь надо начинать с себя. Финансового всем благополучия. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк и получайте полезную информацию. Хорошего всем дня!